Почему жильцы многоквартирных домов на улицах Одесской и Заводской платят весь год за тепло по завышенному тарифу? Принятие федерального закона об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными? Как контролируется микрофинансирование? Более 20 вопросов задали журналисты из Тертомака и ближайших районов депутата Госдумы Алексея Изотова. Первый вопрос депутата Госдумы Алексея Изотова поступил от Светоматского телевидения. Редакция не раз принимала жалобы от горожан, что в счетах за тепло сумма указывается в двойном размере в течение года. Это касается домов на улицах Одесской и Заводской. Присутствующие на пресс-конференции представители Баш-РТС отметили, что обращение собственников принято и в скором времени для жильцов этих многоквартирных домов будет произведен перерасчет и все данные начисления снимут. Приборы учета находятся в ведении ответственности Баш-РТС, на таких домов немного, либо в управление наших управляющих компаний. И, естественно, управляющие компании должны следить за такими вещами. Опять же, если заложена данная цена в расходах на обслуживание дома. У нас очень часто сами жители не принимают какие-либо расходы. Например, говорят, мы не будем делать поверку, а потом вот такие случаи происходят. То, что это произошло, может где-то в определенной части даже подстегнет и управляющих компаний в более ответственному отношению к своих функций по управлению на квартирный дом. Или либо самих жителей, которые отказываются, например, выделять денежные средства на поверку этих приборов. В начале декабря в одном из домов на улице Худоберзина неработающий мужчина днем в чужой квартире зарезал собаку, за которой ухаживали соседи. Это увидела маленькая девочка. Родители обратились за помощью к психологу. Жильцы дома подали заявление в полицию. 2-го числа у меня домой залетел ребенок в слезах, в истерике, в панике, то, что плачет собака на весь двор, что ее убивают. Дождались полицию, зашли, то есть кровь по всей квартире, все это ребенок увидел, плачет ночами. Теперь мы обрастились к психологу. Психолог нам выдаст соответствующую справку, то, что ребенку нанесена моральная травма. Алексей Изотов прокомментировал данную ситуацию, пояснив, что федеральный закон об усилении и обращения с животными, пока не принят. Внесены поправки в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, где можно получить до трех лет лишения свободы за издевательство над животными и до пяти, если это происходит на глазах у детей. МВД здесь тоже очень аккуратно пока в отсутствии, в отсутствии, скажем так, практики, уголовной практики, пока себя ведут. Изменения в любом случае будут, просто это первый случай, когда, когда после внесения изменений вот произошел. Я думаю, что они все равно отреагируют, потому что здесь явно было жестокое обращение, все-таки там жизнь, да, насколько я знаю, собака, собака лишилась. Вот, но и психологическую травму ребенок получил. Просто это первый случай. И указ был подписан президентом буквально на той неделе, поэтому он еще не вступил в силу. Как вступает в силу, я думаю, что реакция наших органов правоохранительных будет совсем другая. Участники пресс-конференции также интересовались реализацией программы поддержки местных инициатив, развитием велоспорта, уровнем заработной платы работников бюджетных организаций. На все вопросы Алексей Изотов дал исчерпывающее объяснение. Татьяна Захаровова, Игорь Яковлев, Стерлитамак, Служба новостей.